У одного крупного работодателя спросили, а почему ты предпочитаешь людей с высшим образованием? А он ответил, потому что эти люди могут сидеть на попе 5 лет и ничего не хотят изменить в своей жизни. Я хочу с вами поговорить об образовании в IT и о той ситуации, которая сложилась в IT-образовании в Беларуси. Прежде всего, давайте немножко окунемся в то, что такое IT и почему эта область стала уже давно привлекательной для людей. Сейчас я не соврусь и скажу, что IT-шники в Беларуси – это наиболее оплачиваемая категория людей. Вот вы можете посмотреть на этом слайде с сайта dev.by средние зарплаты так называемых айтишников, разработчиков, программистов по разным языкам программирования и технологиям. Они довольно большие, они превышают среднюю зарплату по Беларуси в несколько раз. Кроме того, вы видите, что здесь находится 5 тысяч, и некоторые люди получают даже больше, чем эта сумма. И большинство доходит где-то до 2,5. То есть, в принципе, IT-область достаточно вкусная, люди туда идут с большим удовольствием, они там работают, они хотят там работать, они хотят оставаться там работать и редко меняют IT на что-то другое, разве что на собственный бизнес. Кроме того, динамика. Почти все цифры выросли и растут по сравнению с предыдущими периодами. На том же сайте dev.by указано, что за последние 9 лет зарплаты айтишников только росли. Даже во время кризисов, даже в 2009-2010 годах или 2008-м, они медленнее, но росли. Поэтому многие люди сейчас стремятся и хотят работать в IT. Отчего сложилась такая ситуация в нашей стране? Как бы это все довольно очевидно. Сейчас в мире есть тенденция к тому, чтобы писать все больше систем, все больше вещей автоматизировать, и для этого нужны программисты. Огромным центром разработки является Китай, Индия. Китай подтягивается или уже подтянулась. И Беларусь является лишь маленькой песчинкой по сравнению с этими, скажем так, гигантскими странами. Но, тем не менее, заказов гораздо больше, чем те, кто может их исполнить. И поэтому есть работа и для беларусов. Это первая причина. И вторая причина. Беларусское государство сделало парк высоких технологий. Оно очень сильно уменьшило налоги для IT-компаний. И поэтому IT заниматься выгодно не только для простых людей, но и для менеджеров, для компаний и так далее. То есть быть IT-шником в Беларуси – это круто, это престижно и это доходно. В Беларуси нет нефти, в Беларуси нет больших денег государства, в Беларуси особых ресурсов-то нет. Вот IT – это, наверное, самая большая, удобная и успешная область. И я бы хотел с вами обсудить и, возможно, рассказать, поделиться своим опытом о том, как в эту область можно попасть, что вас ждет в этой области и каким образом можно это сделать проще, лучше и быстрее. Возможно, у кого-то из вас есть еще какие-то вопросы с выбором профессии. Возможно, кто-то не знает, как подступиться, но есть желание. Возможно, кто-то уже прошел, у него есть какие-то вопросы, он хочет поговорить о своей карьере в IT как разработчика и так далее. Давайте для начала я расскажу о том, как я учился и о том, как я начинал работать. То есть это было в 2003 году я начал работать программистом. Моя первая работа, которая получила 30 долларов в месяц. И я бы очень хотел рассказать вам о том, как обучиться, как попасть на первую ступеньку в этом мире IT, чтобы потом вся дороги перед нами, которые есть в Беларуси, были как бы IT-шные, были открыты. Скажите, пожалуйста, кто из вас собирается или хочет, или уже учится на какую-то из отечественной специальности? Поднимите, пожалуйста, руки. То есть, в принципе, проблема для вас актуальна. Так? Скажите, пожалуйста, кто из вас работает где-то в IT-сфере или около, или рядом? Ага. А вот. Ясно. То есть, подобралась нужная аудитория. Хорошо. Значит, у меня много времени. У меня времени до двух часов, до самого обеда. То есть сразу после мы сможем пойти и покушать. Там на первом этаже есть столовая, вы знаете, да? Итак, когда я закончил школу, я еще не знал, куда мне поступать. Папа мне сказал, проще всего поступить в ГУИР. Ты у нас парень с математикой, это мы давай в технический УЗ. Положилось так, что я поступил на информатику на КСИС. Ну, сейчас это считается довольно престижной специальностью. Тогда она еще была, только-только вот стала становиться хорошей, скажем так. Учеба, собственно, ВУЗ в качестве меня как программисту дал, к сожалению, немного. Возможно, потому что я учился сам очень быстро. Возможно, потому что не было особо людей, которые могли бы дать. На самом первом курсе у меня был очень уважаемый дедушка, читал программирование, основанная реализация. Он был начальником, когда мой папа работал еще программистом, причем где-то в 80-х годах. Он был когда-то очень хорошим программистом, но, по словам моего папы, его повысили, сделали это зря, потому что программист – это не менеджер. Программировать и управлять людьми совершенно разные вещи. И он был не очень хорошим преподавателем. Он все классно нам объяснял, рассказывал, но никто не знал, почему мы должны писать именно этот символ, а не этот в этом языке Паскаль. Поэтому мы к нему ходили на лекции, потому что мы были первый курс, еще боялись не ходить. Но все это я изучал сам. Мне друг дал книжку по Паскалю. Я ее штудировал и тряс его. Он еще со школы знал Паскаль по каким-то причинам. И, значит, я изучал, я сидел вечерами дома за папинным компьютером. Он меня время от времени выгонял. Я просился в универе, в классах с компьютерами, к чужим группам. Пустите меня, пожалуйста, позаниматься с вами одну пару. Я буду сядить тихо и учиться. Меня обычно пускали. И таким образом я выучил мой первый язык программирования Паскаль. Потом я попал в лабораторию в универе, просто потому что они искали умных студентов. Меня сочли умным. Я не знаю почему, потому что я особо ничем не уделялся тогда. И они мне сказали, хорошо, выучи язык C++ и язык Джао. Я пошел учить. Один язык я уже выучил, C++ я более-менее освоил, прочитал, хотя это было долго. Джаву я почитал, ничего не понял. В общем, пришел к ним, говорю, выучил. Что-то мне позадавали какие-то… Пришел к ним через год, выучил. Позадавали мне вопросы, ну, говорят, вон, иди разбирайся. У нас есть система, нам нужно делать вот это, вот это и вот это. Полгода еще разбирался с Джавой. Документацию искать я не умел, как ей пользоваться тоже не знал. Со старшими ребятами, которых можно было чему-то научиться, я страшно спорил. Ну, так или иначе, после этого я попал на тренинг в компанию ИПАМ, который она проводила бесплатно. Если я не ошибаюсь, я был одним из первых студентов, которых она вообще себе взяла. В то время ИПАМ не было такой большой компании. Там было 500 человек, они там сколько, 5 или 10 тысяч сейчас. И я успешно этот тренинг прошел, одним из лучших. Я, наверное, единственный из него прошел на работу ИПАМ. И, собственно, так началась моя реальная карьера. Причем первые два месяца ИПАМ для меня были тоже очень большим напряжением и стрессом, потому что все было неизвестно новое. Эти ребята, это было, когда я был на четвертом курсе, употребляли какие-то термины. Их речь была наполовину из английских слов. И как это все понять, как это все переварить, еще сделая то, что от меня надо, это было тяжело. Один такой, она такая ремарка. Я искал работу полгода, но не потому, что я не мог найти работу. Меня брали везде. Но потому что я искал тот ряд, который меня устраивает. Первая компания, первое предложение было, что я бросаю учебу и иду к ним работать на 200 рублей. Долларов в месяц на полную ставку. Последнее предложение ИПАМа было, иди, пожалуйста, к нам работать, иди, пожалуйста, ты же, ну, у нас все с тобой сложится, все с тобой будет хорошо, мы тебе будем платить. Я пошел к ним на полставки, ну, за примерно те же деньги. И, как бы, это было очень хорошо. То есть за полгода я научился не только программировать, но еще искать работу. Тем, кто хочет найти работу, войти, это отдельная задача. То есть это не связано с умением работать в IT, это связано с умением искать работу в IT. Это разные две вещи. Те, кто уже работает в IT, должны, наверное, это понимать. Это отдельный навык, искать работу. Когда я работал, иногда говорили, что IT-шнику для поддержания формы нужно раз в месяц ходить на собеседование, чтобы держать в тонусе своего работодателя, чтобы понимать самому, чего он стоит, и чтобы не терять навык поиска работы. Дальше я проработал в IPAMI год и полтора, но потом ушел, чтобы поступить в аспирантуру на мою специальность. Когда я уходил, меня очень просили остаться, но наука мне была тогда дороже. Ну, может, и не зря. Когда я уходил, мне дали звание senior software developer, то есть это типа старший разработчик, хотя у меня еще не было диплома. Чем не могу успешно хвастаться? Ну, конечно, я был старшим, но никого у меня почти не было, и это была, скажем так, плюшка, чтобы человек остался. Ну, спасибо. Ну, я все-таки ушел. И три года я провел в УЗИ. Еще три года после тех пяти лет. А еще одна ремарка. У меня было, что надо делать красный диплом. Но я этого делать не стал, потому что я работал. Я хотел хорошо работать, а не хорошо учиться. Мне не хватило буквально четверти балла до этой границы красного диплома. Я не стал переждавать две или три тройки, которые у меня были, не одну даже. Потому что мне было жаль тратить на это, там, три дня ради корочки. И я не пожалел об этом решении, потому что никто ни разу при моем устройстве на работу не спросил, а какой у тебя был балл? Никогда. То есть за все вот 10 лет, с тех пор, которые прошли, то есть это абсолютно незначащая вещь. Вот. Абсолютно. И, как бы, ну, то есть если бы я принял решение пересдавать, я бы потерял, ну, может быть, недели-две времени. Просто так. Ну. Когда я учился в аспирантуре, я начал преподавать. Сначала для ИПАМа на тех же тренингах. Только уже для студентов, а не для взрослых. Потом меня позвали преподавать на кафедру. И я теперь узнал о преподавании не только со стороны студента, но и со стороны преподавателя. Вот у меня такой вот очень интересный опыт получился. Вот только что я студент, и вот буквально через, там, год я этим же студентам читаю лекции. То есть разница в возрасте с первым моим потоком, который мне читал джаву, была, ну, хорошо, если два года. Сидят мои ровесники, мне нужно им что-то авторитетно рассказать, принять экзамен. Вот. Это было тоже так довольно интересно. Вот. Ну и потом не стал расти как программист, меняясь работой. Я считаю, что раз год менять работу программисту просто необходимо, чтобы не застаиваться на одном месте, на одном проекте, в должности одной и той же, с одной и той же зарплатой или с не сильно отличающейся зарплатой. Вот. Ну, это смотря кому, как, зависит от компании, от проекта. Итак, каким же образом, я сейчас буду говорить такие вещи, которые, в принципе, говорить не очень принято, да. У нас считают, что белорусское образование, там, вот, наследие советского образования, все там так здорово, хорошо и классно. Я говорю только о бахишном образовании сейчас, я говорю о том, что я видел изнутри и, как бы, знаю. Информатика считается, или считалось, там, какое-то время очень хорошей специальности Гуира. И что можно сказать об айтишном образовании в вузах у нас? Значит, безусловно, вы будете томсоваться среди ребят, которые хотят стать айтишниками так же, как и вы. Многие из них действительно станут. Безусловно, айтишники, опытные люди, не хотят идти в вузы преподавать. Это большой геморрой, много студентов, студенты еще дурноватые, они еще не понимают, что им добро делают, что раз им не читают. Вокруг этого очень много бюрократии. То есть это задача для такого специфического склада ума, или если вот так уж попал в такую ситуацию. Ну, раз я был на кафедре, раз я в аспирантуре был, почему бы не попреподавать, иначе бы я не пошел. Зарплата преподавания, вот представьте, что есть человек, который в айти-компании работает, у него зарплата в час, ну, скажем, долларов 15, да? И вот он ему просит преподавать в вузинге, зарплата в час, ну, скажем, 2-3, да? Он может это делать только из патриотизма, ну, или из желания найти себе ребят в свою компанию, или в свой отдел, или себе в подчинение. Это очень хорошая цель, и, наверное, это единственная цель реальная, по которой айтишники опытные, разработчики, тестировщики и прочие-прочие ребята, менеджеры могут искать, могут работать в вузе. Они работают не за эти деньги, и не для того, чтобы делать вас лучше, они работают для того, чтобы одного-два человека с потока взять себе. Ну, и ради этого обучить еще и всех остальных, погеморроиться. И где-то там, еще на самом последнем месте будет зарплата, там, уровня, ну, не знаю, сами представляете, да? Вот. Поэтому учат дедушки, учат вещам, которые устарели еще 20 лет назад, я не преувеличиваю. Вот хорошо, если попадется в преподаватель такого человека, который был у меня на первом курсе, его можно было уважать. Он не очень хорошо читал, он, ну, уже старенький был, но было видно, что это зубр программирования. В свое время он как бы был уго-го, мне как бы еще отец про него рассказывал, это, ну, это серьезно. И все относились к нему слегка снисходительно, но всегда его очень уважали, и как бы это был, ну, вот такой вот, скажем, образец. Было еще несколько человек, опытных людей, преподаватель по базам данных был очень опытный, гонял, и меня тоже гонял, вот, и, как бы, от них можно было что-то почерпнуть. Но программа так сильно разбавлена гуманитарными дисциплинами, что за то время, пока они вот доходили, то есть за то время, когда у меня в универе начала джава на пятом курсе, я уже был по этой самой джаве сеньором. И особого толку мне ходить на занятия не было, я пришел на экзамен, рассказал все, что нужно, какая там подготовка, я уже работаю, сколько уже, два года на этой джаве, ну, это не студенческий уровень уже. Ну, мне поставили там какую-то оценку, и все. А вот. Ну, я думаю, в целом я обрисовал. У меня по поводу белорусского образования, хоть я и сам вот какое-то время был его участником, и не намерен остаться, у меня очень такое, по поводу белорусского образования, очень негативное такое мнение. Это, его пытаются сохранить, но при этом это делают люди, которым нужно не образование и, как правило, и не умные ребята. Часто это, скорее всего, чиновники, у которых свои цели, и там есть люди, которые верят в то, что они делают, которые считают, что это нужно. Большинство из них, вообще говоря, так и делают, не стоит думать, что чиновники вот такие злые дни, но они очень сильно оторваны от айтичной реальности, которая меняется очень быстро и постоянно. Программы учебные пишут, ну, не чиновники, а сами преподаватели, но они, хорошо, если они, у них есть опыт, хорошо, если у них есть опыт, хорошо, если они в тренде, если они знают, какие вещи появляются. Ну, как бы, чаще всего это люди, которые программировали очень давно. Это лучше, чем те, кто никогда не программировал, но это не уровень современности, где вот меняется все и меняется. Вот. И в какой-то момент у меня возник, вот я сам прошел учебу, закончил аспирантуру, у меня возник вопрос, а стоит ли оно вообще того, стоит ли эти пять лет тратить на то, чтобы выучить и получить то, что можно получить за год, за полтора года, да? То есть я не говорю, что нет, не стоит, я не говорю, что да, стоит. Ну, как бы, я очень сильно сомневаюсь, что образование выполняет свою функцию в той мере, как оно должно выполнять, да? Говорят, что он дает кругозор. Сомневаюсь. То есть я могу это все прочитать сам с большим интересом, в большем объеме и с меньшими нервами, да? То есть если мне это нужно, если мне это не нужно, мне никакой вуз кругозора не даст. Ну, то есть начинается обучение с человека, и как бы мне нужно IT-программировать, IT, я его изучил, причем есть вуз, да? Вот. Я, из вуза я получил знакомство с ребятами, и вот Дима Горячко, мы с ним учились на одном потоке, он организовал эту конференцию. Это, это ценно, это важно. То есть многие ребята сейчас в IT, владельцы компании, директоратами и так далее, они мои знакомые. Ради этого пять лет, ну, возможно, может быть, стоило бы, да? А вот. Давайте сейчас рассмотрим те IT, то есть другие способы обучения, программированию. Вот, предположим, вот вы, вы человек, ну, не знаю, после школы, возможно, после вуза не технического, возможно, студент технического или любого вуза, так? Что вам делать, если вы хотите стать программистом? Первое. Научиться самому. Самый простой, самый быстрый способ. Что вам для этого нужно? Вам для этого нужно много времени, компьютер и большое желание. Проблем будет очень много, но в сети настолько много книжек, учебников на любой вкус, задачников, всего, форумов, где можно спросить какие-то вещи сложные и простые. В конце концов, наверняка среди ваших знакомых есть человек, который раз в неделю будет вам отвечать на пару вопросов, да? И не будет вас при этом далеко посылать. Ну, может, и пошлет пару раз, ничего страшного. Вот. Изучив какие-то основы, вы сможете походить по собеседованию, понять, чего еще вам не хватает, да учить это, добрать, и пойти работать. Вот. Это самый простой, самый дешевый способ. Но при этом он с какой-то степени самый сложный, потому что самороорганизоваться настолько, чтобы несколько месяцев изучать целенаправленно программирование, еще в это время нужно что-то кушать, хорошо, если вас родители поддерживают, или там есть какая-то занятость, которая не отнимает много времени. Но обычно это вопрос. И даже больше вопрос самороорганизации, потому что у многих людей не хватает просто силы воли взять, сесть, целенаправленно, долго учиться, ради того, чтобы через полгода получить минимальное вот из этих денег, для того, чтобы заниматься IT. Еще вот я сделал акцент, я сделал это немножко неправильно на суммы. Суммы это звучат привлекательно, да. Если у вас душа не лежит к компьютеру, к работе с ним, может быть, вам удобнее с людьми, или там еще с чем-то, с языками, с чем угодно еще, то, наверное, не стоит себя ломать, да. Ну, это каждый решает сам. Собственно, я рассказываю только для тех, кто уже решил, что ему стоит идти, войти. Вот. Да. Самый простой способ, с другой стороны, самый тяжелый по самоорганизации, это обучиться. Никто вас не будет пинать, никто вам не будет особо и помогать. Это первый способ. Второй способ. Многие компании, Kipam, Transition, Exadel, еще некоторые, проводят тренинги для студентов, куда вообще-то при большом желании могут попасть даже и не студенты. Эти тренинги бесплатные. Существуют они для того, чтобы эти компании могли себе набрать людей. Для студента это самый лучший способ. Еще, ну, у вас появляется еще один самый важный для вас предмет – тренинг. Туда, на эти тренинги, довольно жесткий отбор. Как правило, они требуют кого-то знакомства с программированием. Скорее всего, языка они требуют, английского. Возможно, они требуют еще хорошей учебы. Когда я был тренером на таком тренинге, я плохо относился к троечникам, потому что знаю, что они будут задерживать выполнение задания. Если у меня есть выбор взять отличника или троечника, я, скорее всего, возьму отличника. Ну, для студента, если попал на этот тренинг и мотивирован, то на этот тренинг ему и объяснят, и потолкнут, и помогут, и прямо на работу устроят. Если все хорошо. Даже если вы прошли такой тренинг, но вас не взяли на эту работу сейчас, вас возьмут в компанию, потому что вы скажете, я прошел такой тренинг, меня не взяли потому-то и потому-то, и потому что я плохой ничего не знаю, а потому что, ну, у них и не было для меня работы тогда. Вот. И вас возьмут в другую компанию. Кроме того, есть такие вещи, как фриланс, когда вы всегда можете попробовать свои силы там. Вот. Это второй способ. Он тоже бесплатный. Он… Эти тренинги качественные, очень качественные. Туда строгий отбор, до и после строгий отбор на работу. Но там велик шанс того, что вы получите работу. Там через буквально, там, 3-4-5 месяцев. После того, как начали. Вот. Но не всех берут на такие тренинги, и не все после них попадают на работу. Как еще можно обучиться, если вы не могли, не можете попасть на такие тренинги? Просто потому, что вы учитесь не на технической специальности, или потому, что у вас нет английского языка, или почему-то еще. Есть платные тренинги, которые ведут разные компании. Эти тренинги ведутся не с целью обучить вас настолько, чтобы вы потом для этой компании зарабатывали деньги. Эти тренинги ведутся с целью заработать на вас деньги, на ваше обучение. Поэтому отбор там слабый или отсутствует. Редко требуют английский всерьез. Им важно, чтобы у них были группы. Чтобы у них были там люди, которые приносят деньги тренерам, организаторам этих тренингов и так далее. Вы дают сертификат вида прослушал тренинг такой-то. С этим сертификатом, этот сертификат может значить в смысле знаний все, что угодно. Вы старались, учились весь курс, освоили курсы и много чего еще, и вполне можете пойти работать. Или вы просто проходили этот курс, поприсутствовали, а иногда и не присутствовали. Тоже вам будет такой же сертификат. В принципе, эти тренинги мало что… Они могут дать однозначно, но они мало, скажем так, что гарантируют. Но в принципе, для многих мотивированных людей это реально способ попасть, обучиться, что-то понять. Ну вот, в первую очередь я хочу упомянуть учебный центр при ПВТ, это IT-Академия. Я там когда-то преподавал базовую джау. Возможно, буду преподавать продвинутую джау с марта. Это нельзя не упомянуть тренинг-центр Белхарда. Вам следует почитать отзывы на каждом центре обучающем, который я вам описываю. Есть еще другие разные платные курсы, которые я не буду рекламировать. Если вы хотите на них попасть, вам следует очень хорошо изучить отзывы о них. Среди знакомых в интернете, и помните, что в интернете публикуют, как правило, только хорошие отзывы. Ну, это очень важно, потому что имей значение, кто преподает, имей значение программа. То есть иногда она немножко устарела по сравнению с сегодняшним днем. Вам стоит посоветоваться с опытным асишником, который скажет, что вот, да, походи туда, вот у них нормальная программа, но вот из этого, вот это ты, вот этому внимания не уделяй, а вот это изучи сам. А потом, там, приходи, там, в мою компанию, и тебя пособеседуют. Ну, и, в принципе, вот платные курсы, это, как бы, последний вариант. Он требует денег, там, 2-3 миллиона, по-разному, в зависимости от курса. Он ничего не гарантирует, но дает возможность. Какие есть еще способы? Есть, ну, уже такие довольно экзотические способы, которые редко ребята используют, они довольно, ну, они для определенного, для определенной категории ребят. взять, собраться с компанией, делать какой-то проект, походу все изучая. Проект, разумеется, провалится, все разбегутся, но изучат какие-то технологии. Что делать после того, как вы уже научились какому-то изгу программирования, может, написать на нем простой какой-то, ну, сайтики, программу, или что-то еще, и хотите работать. Вы готовы? Вы говорите, я знаю, я хочу работать, там, джуниором в такой-то компании, у меня такие-то требования к зарплате, и прочее, и прочее, и прочее. Когда вы это все осознаете, вы начинаете искать работу. Вы рассылаете резюме, просите резюме на сайтах, возможно, вас даже куда-то пригласят. Есть большая трудность вот на этом этапе. Даже трудность, возможно, больше, чем научиться. Иногда. Потому что, чтобы взяли на работу в IT, нужно иметь опыт в IT. Чтобы иметь опыт в IT, нужно поработать в IT. Какие здесь могут быть выходы, обходные пути, как это сделать проще? Ну, опыт в IT можно получить не только в компании, есть фриланс. Ваши профили на фрилансерке в сайтах могут что-то значить для работодателя. А могут они значить. Есть проекты, которые можно ввести в open source за бесплатно. Есть даже такой вид обучения, которое называется стажерство. Вы приходите в компанию, выполняете для нее какую-то работу. Вы думаете, что эта работа уже очень значима для компании. На самом деле вас просто обучают. И после месяца, редко больше, вам говорят, ну, ты молодец, вот мы тебе сейчас будем платить зарплату. И уж тут-то вы подумаете, что вы действительно станете приносить что-то компании, какую-то пользу. Нет. Они вас еще пообучают в месяце 2-3, и только после этого от вас будет толк. Это очень хороший способ стажерства. Есть, проходят всякие хакатоны. Это когда ребята собираются в команды, и там 10 команд, например, там двое суток пишут что-то. Вы там вряд ли принесете какую-то пользу, вам скажут, отойди, не мешайся. Но вы познакомитесь с какими-то людьми. Вы увидите, как это все происходит в реальности, причем в очень таких сжатых сроках. И вы сможете сказать, что вот я участвовал в разработке такой-то системы. Я сделал то-то и то-то. Ну, вот какой-то маленького проектика. Вот. Иногда это тоже очень значимо. Так, у меня еще 20 минут. Что еще важно при устройстве на работу? Вам нужно строить социальную сеть, собственную, не в смысле сайт, а в смысле своих знакомых. То есть вот здесь много есть выступающих, опытных ребят. Дружите с ними в ВКонтакте, в Фейсбуке, там, не знаю, там, в Твиттере, еще где-то есть такая социальная сеть, которая называется «Мой круг». Вы должны там быть, и у вас там должно быть красивое резюме. И общайтесь с теми людьми, которыми вы хотите стать, там, через какое-то время. Может быть, у кого-то есть сейчас вопросы? По поиску работы, по обучению. Да, слушаю. Вот по образованию есть вопрос. Вот вы говорите, что, ну, ваше мнение по, насчет белорусского образования крайне негативное, что можно научиться этому за год-полтора своими усилиями. Тогда напрашивается вопрос. А может, вообще не стоит тогда получать ваше образование? Я не буду делать столь радикальных заявлений о бесполезности белорусского образования, потому что меня просто съедят за это. Каждый человек это решает сам. Ты идешь, возможно, платишь в ВУЗу, возможно, не платишь, но тебя берут, ставят в какие-то рамки. Если ты готов сам себя поставить в такие рамки, взять программу, или там оставить самому обучиться, и ты можешь это сделать на протяжении двух лет, одного года, ну, почему бы этим не заняться? Если ты это не готов сделать, то, наверное, лучше идти тем путем, которым идет большинство. Большинство идет путем, который приведет к среднему результату. Если тебя средний результат устраивает, то можно идти. Если ты хочешь рискнуть, и ты готов к серьезному провалу, но и к результату лучшему, чем средний, то, может быть, стоит попробовать что-то свое. По крайней мере, ты будешь уникальным. По крайней мере, ты будешь выделяться и вызывать интерес. Если при этом у тебя будут достаточные знания, то, если ты получишь достаточные знания, то это будет такой интересный человек, самостоятельный, инициативный. Ну, это будет удивительно и здорово. То есть это решение нужно принимать самому и очень взвешенно. Способен ли ты в реальности освоить то, что тебе нужно? Может быть, тебе просто стоит пойти на пару лет поработать, поучиться жизни, понять, чего же ты от нее хочешь, или на 5 лет поработать в то же IT или в любое другое место. И потом уже более осознанно идти в ВУЗ. А может быть, идти в ВУЗ прямо сейчас, и пусть этот ВУЗ обучит себя. То есть это… То есть ВУЗ сейчас – это как бы такое клеймо, что ты нормален. Более того, ты вроде как даже соображаешь. А вот. Если ты готов жить без него, если ты чувствуешь себя достаточно сил, наглости, смелости, сказать, что, ребята, ну вот ваш ВУЗ, вот сравните меня с любым, и вы увидите, что я не хуже. Если ты готов будешь так заявить через полтора года, ну, пожалуйста. То есть это вопрос. То есть образование можно улучшить в очень многих пунктах. Да. отказаться от него, ну, как бы это очень жёстко. Ну, а допустим, в принципе, если у меня, например, диплома нет, но есть опыт, навыки, знания, то никто на твой диплом не смотрит. Будет ли какая-либо разница? Единственный момент, когда речь заходила о дипломе, принести документы, чтобы мы тебя оформили. И среди этих документов есть пункт, диплом. Всё. Ну, если бы его там не было, то у меня нет диплома. Ну, и всё. То есть, ну, то есть я видел ребят, которые работали без образований вообще. Я видел ребят, которые работали с гуманитарным образованием. Ребят, которые работали с техническим образованием. Да, у технореи лучше мышление за счёт того, что оно более логичное, наверное, более строгое. Вот. Но это редко ставило какие-то преграды. Вот. То есть по той же причине вот эта бумажка, да, то есть диплом-бумажка. Я не защищался, потому что я потрачу там год жизни или два года жизни. И что? И что, собственно? Вот. То есть и диплом, вот, крафтный диплом или синий диплом. У меня синий, ну и что? Ну, вот, если бы я не пошёл в ВУЗ, моя жизнь пошла бы другой коллегой, потому что ВУЗ сыграл там много, ну, большую роль. Потому что я сейчас сам преподаю, там и так далее. Но я не думаю, что я бы ушёл куда-то очень далеко от того, где я сейчас. Ну, это вопрос очень серьезный, очень индивидуальный, и нужно спрашивать об этом себя. Вот. В чём причина того, ну, если высшее образование не даёт максимум знаний, да, в программировании, в чём причина того, что белорусские программисты, в принципе, в мире довольно-таки ценятся, ну, то есть... Да, ты уверен, что они ценятся? Ну, я уверен, я помню какой-то отчёт, что Беларусь на седьмом месте по качеству программирования... Значит, в Беларуси есть культура программирования. Она... То есть она как бы за счёт компании, да, формировалась? Сейчас я объясню эту ситуацию. Через пять лет, ладно, может быть, десять, Китай сможет сказать то же самое. Эта культура программирования и белорусы начали программировать раньше, за счёт ещё советского образования вот этих времён. Вот. И за это время у них успела эта культура вырасти. В Китае этого ещё нет, но это будет, и у них тоже будет качественный код. И это преимущество наше, вот это вот наследие советское, оно растворяется потихонечку. Нас догоняют. Да, мы качественные, мы ответственные, мы можем... То есть мы не пишем там индусского кода, мы пишем белорусский код, у которого тоже есть свои нюансы, но он лучше. Был когда-то, может быть. Ну, был сейчас лучше и не лучше, ну, может быть, ещё лучше. Как бы на это не стоит рассчитывать в перспективе. И уж точно заслуга в этом скорее советского наследия тех ребят умных, которые ушли из институтов во время перестройки, организовали там тот же ИПАМ, Допкин, да, организовали, сами стали программистами, ну, и так далее. Это не заслуга на образование теперешнего. Теперешнее образование делает следующее, оно пытается этому помогать и во многом это у него даже получается. Но можно делать гораздо больше. То есть статус белорусского IT, он слабо связан с белорусским IT-образованием. Скажите, пожалуйста, а вот если, какие требования предъявляют компании современные эти белорусские к студентам? Именно если, например, прочитал какую-нибудь книгу, написал простейший Hello World и пошёл на тренинг, и дальше тебя доучили. Какие требования? Я опасаюсь отвечать на этот вопрос. Иногда могут рвать вообще всех, потому что пришли крупные заказы в страну. Иногда много и долго крутят носом. Для того, чтобы узнать на этот вопрос, нужно походить на собеседование. Много. На все. Даже если у вас уже есть классное предложение, ходите всё равно, чтобы узнать, где ваше место и какие требования могут быть. Я могу перечислить примерный список требований Пуджава. Я могу сказать, что должны, то есть ты должен привести впечатление человека ответственного, как бы первое, то есть ты адекватен, ты как бы готов работать на кого-то, ты готов учиться. И это должно быть, ну не то, что я как-то там ответственный, сообразительный, готов учиться, там еще пять пунктов человека, который ничего не знает и не умеет. это должно быть видно. И это проверяется довольно просто. То есть HR-ы в основном они с психологическим образованием и это видно элементарно. Просто потому, как вы говорите, даже поэтому. И если при этом вы приводите впечатление умного человека, сообразительного, иногда дают какие-то головоломки порешать, подумать. Да и не важно, решите вы их или нет. Скорее всего, это даже не повлияет на решение. Но если вы решите, у вас будет чуть другая репутация. И если будут двое, один решил, другой не решил, все одинаково, ну как бы возьмут того, кто решил, конечно. Вы должны продемонстрировать способность мыслить в нужном направлении, мыслить к результату. То есть результаты вы можете там в головоломке не достичь, но вот то, что вы идете по нему, это вы должны продемонстрировать. И дальше то, что я имею в виду под адекватностью. Если вас просят на собеседование и ответят на глупые вопросы типа моих достижений или моего хобби, ну как бы к работе, имеющей малое отношение, отвечайте серьезно, глядите в глаза искренне. потому что если ваш вопрос я а что вы задаете мне какую-то ерунду, я пошел программироваться, а не там они отдыхают с вами, то вы сразу же делаете заявку, что я не принимаю правила, которые приняты в компании. То есть я может и умный, и хороший, но мы с компанией несовместимы, потому что там ее какие-то собственные заморочки, то есть я не готов с ними мириться. То есть нужно произвести, показать знания и человеческую, то что называется непонятным словом адекватность. Такой больше личный вопрос. Вот у тебя 10 лет опыта, да, с 2003 ты закончил вуз. Какая жизнь программиста? Вот она счастливая, она интересная, она захватывающая. И какое место, вот например, работа в многочисленных компаниях, да, там осенью прошел акселерацию, где тебе предложили стать предпринимателем. Какое место теперь ты отдаешь программированию в свою жизнь? Хорошо. Как работать программистом? Сначала это круто. Ты вот такой весь студент, зеленый, но тебя уже вот тут деньги платят, для студента деньги большие, это круто, самооценка, здорово. Потом это становится рутиной. тяжелой, рутиной, которую ты выполняешь ради того, чтобы получать нормальные деньги. Потом это надоедает. Ну вот я про себя рассказываю. То есть все новые технологии, которые я изучал, а я их изучил очень много, каждый месяц считаете какую-то новую, что-нибудь новое обязательно. обязательно. Все новое, хорошо забытое, старое. Эту задачу я уже видел где-то, и она решается вот так. То есть это скучно. Ничего интересного. Расти в менеджере я не захотел. Это один был такая вот развилка у меня, она в принципе сейчас еще сохраняется эта возможность. Но это слишком много геморроя. Был у меня опыт там пару лет, я руководил там отделом, но это очень много геморроя, это тяжелая и неблагодарная работа. И в конце концов я понял, что я достиг потолка, но это примерно не столько, но мне намного меньше. И как бы ну да, я буду работать еще, вот мне сейчас там 30, еще 5 лет, что потом. то есть моя жизнь программиста, то я это еще пытался как-то выбиться, делал себе удаленную работу, свободный график, даже там года полтора бываю в одной компании. Жизнь программиста, да, ты работаешь, тяжело работаешь мозгами, думаешь, споришь, нервы, да, изучаешь, тратишь свободное время на самообразование, но обязательно. ищешь работу тоже, у тебя есть отпуск в году, ну сколько, 20 или 25 дней, ну, там еще какие-то отгулы, то да все, ты можешь два раза в год свободно съездить, куда-нибудь отдохнуть, низшие, скажем так, программисты, ну, не инженеры, да, но, в общем, там, обычные разработчики, ну, там, два раза в Турцию, Египет, да, может быть, там, чуть дальше, там, те, кто подороже, тоже, ну, там, какие-нибудь Канары, там, еще что-нибудь, может быть, там, пару раз на лыжах, там, в какую-нибудь, Австрию, или еще куда-нибудь, ну, как бы, на остальное время, в году, кроме этих двух недель, вы работаете, 8 часов в день, тяжело, приходите вечером, вы уставший, реально, выходные уходят на то, чтобы сделать, там, какие-то дополнительные дела, и, там, день отдохнуть, ну, собственно, эта работа, похоже на работу, любого человека, на любой работе, единственное, здесь вам больше денег, и, ну, больше уважения, вы чувствуете себя, более защищенным, вы знаете, что я, если что, вы можете уехать, вам предлагают уехать, довольно часто, ну, раз в год, например, да, ну, как бы, вот, жизнь такая, что я, сейчас, для себя думаю, ну, я не, не связываю себя, с программированием, очень, так, уж так сильно и жестко, я вот, занимаюсь обучением, я хочу заниматься, организацией обучения, возможно, я занимаюсь, какими-то проектами, которых нужно, программирование, ну, а лишь, как одна из немногих частей, вернее, из многих частей, то есть, еще 10 лет работать, так, в таком режиме, чтобы получить какую-то пенсию, пускай даже я сам себе, на эту пенсию, сэкономлю, там, в каком-нибудь банке, да, ну, это скучно, тяжело, и, и надоело, ну, ну, как бы, это тот путь, который нужно, наверное, пройти, вот, если вы хотите, часть, я смотрю, большинство, ровно, какого-то предпринимательства, да, были у меня попытки, из Дубая, которых я буду рассказывать, завтра, там, еще другие, вот, но, в принципе, программирование, это тяжелая работа, то есть, вот, мир постепенно становится информационным, и, программисты, это, вот, такие пролетарии, информационные, они машут информационной лопатой, чтобы делать все какие-то системы, вот, это, вот, ровно, то же сравнение, то есть, пролетария, умственного труда, грубая, тяжелая, работа. Вот так. Большое спасибо, Павел. Спасибо. Спасибо большое.